Дорогие друзья, Новая Москва и сразу же хотел вам рассказать, что же сегодня происходит в больнице в Коммунарке. Напомню, Коммунарка стала пристанищем для тех людей, которые заболели коронавирусом, ну у которых есть подозрения на коронавирус. Сегодня наша редакция, газета Тенау, газета Новая Москва 24 получила информацию, получила информацию от врачей, которые работают там, и от медсестер, которые остались за бортом. У нас по телевизору каждый день рассказывает президент и его помощники о том, что выделяются огромные суммы денег для поддержки медперсонала, который работает с заразившимся коронавирусом. Так вот, сейчас я вам хотел зачитать некоторую информацию, которая у меня есть сейчас от медперсонала. Хотел бы, конечно, сделать ремарку, что люди, которые там работают, продолжают работать, они боятся, боятся давать интервью и не хотят озвучивать свои имена и фамилии. Мы имеем это право, мы официальная пресса столицы Российской Федерации, мы можем озвучивать все, что мы считаем нужным. Вот я хотел вам зачитать как раз новость, которая была до сегодняшнего момента, до конца апреля, еще в марте. Сайт «Новое время» опубликует, сайт называется newtimes.ru. Бунни коммунарки, антисанитария, голодовка, бегство из больницы. Большая часть больных, а также людей с подозрением на коронавирус в Москве отправляют в городскую клиническую больницу номер 40, ну, потому что в коммунарке. И ее главврач Денис Проценко заявлял, что учреждение полностью готово к наплыву пациентов. 20 марта из коммунарки уже выписали первого человека, вылечившегося от коронавируса. Однако, многие пациенты, попавшие в эту больницу, сообщают о нехватке персонала, отсутствует у врачей необходимая квалификация. То есть нам по телевизору каждый день рассказывают, как все классно, показывают одну больницу, ну, соответственно, в коммунарке, которую недавно открыли, причем там несколько корпусов еще до сих пор строятся, в настоящий момент, другого нам ничего не показывают, не рассказывают. Ну, прям таким отдельным абзацем выделена информация, бардак, грязь и отсутствие специалистов. Внимание, проблемам коммунарки привлекла в своем блоге журналистка Наталья Андреева. Спасибо огромное, Наталья Андреева, вы работаете на телевидении, которое спонсируется государством Российской Федерации, но при этом вы не боитесь говорить правду. Спасибо вам, низкий поклон, потому что журналистов у нас настоящих осталось мало. Так вот, она находилась в Париже, откуда прилетела 6 марта. Страдает повышенной температуры и проблем с дыханием, ну, понятно, сразу во Внуково ее повезли в коммунарку. И специалист по инфекционным заболеваниям пришел к ней на 8-й день. А тесты, по которым удалось окончательно поставить диагноз, провели только на 11-й день. Ну, то, что было в марте, а сейчас ситуация улучшается, и опять же, давайте возвращаемся к тому медперсоналу, который заявил о том, что их обманывают. Так вот, в чем обман? Президент России рассказывает, что выплачивают доплаты медперсоналу, и, соответственно, этот медперсонал сегодня говорит о том, что им ничего не доплачивают. То есть, они работают за копейки. Медсестры получают 25-30 тысяч рублей. Мы нашли эту информацию, именно эту зарплату, на сайте Арни-сервис. Компания Арни нанимает в данную больницу медперсонал. Па-па-па-па-пам. Вот, то, что я вам хотел засчитать. Добрый день, коллеги. Это отвечает руководство компании Арни. Когда я вас принимала на работу, ни о каких путинских доплатах я вам не говорила. Почему все звонят мне и спрашивают про доплаты? Звоните, пишите Путину. Это он обещал вам. А я вам ничего не обещал. Вот я вот то, что читаю вам с этих скриншотов, которые прислали мне врачи. В своей личной переписке. Нам всем говорят, что они ведут переписку личную и с родственниками тех людей, которые поступили сегодня в эти поликлиники, в эти больницы, соответственно, в коммунарку. И у них есть свой чат, где они общаются, соответственно, весь медицинский персонал. Ну вот я смотрю, конечно, ужасаюсь. Вы можете все это найти на сайте Новой Москвы 24, в наших социальных сетях. Так, посмотрите, просто Новой Москва 24, последняя новость как раз про медперсонал. Вот, я слушал аудиозаписи, я не буду их сейчас включать. Там достаточно резкие высказывания. Медперсонал, понятно, доведен до отчаяния. Видимо, зарплата совсем маленькая, плюс еще никаких доплат, ничего не выплачивается. Вот, так, я понимаю, что вот это сообщение как раз ответ от руководства компании «Армия». Я вас матом никак не называла. Меня так обложили в открытую, что я такого никогда в своей жизни не слышал. Ну, не буду здесь имена зачитывать и не буду, конечно, выдавать людей, которые нам сообщили данную информацию. Дорогие друзья, если вам интересно, что происходит сегодня в Коммунарской больнице, а Коммунарка это центр Новой Москвы, географический центр Москвы, столица нашей Родины, пример того, как решается проблема с коронавирусом в нашей стране, пожалуйста, заходите на сайт Новой Москвы 24, на сайт газеты Тинао, смотрите в соцсетях информацию и делайте выводы самостоятельно, что происходит с нашей проблемой мирового масштаба с коронавирусом именно в нашей стране, в нашем городе, в Москве. Если вам интересно, пожалуйста, заходите и изучайте.